Щелково помнит Беслан. 12-е годовщине трагедии. В небольшом северно-осетинском городке юные хоккеисты Подмосковья посвятили свой чемпионат. Шесть команд в течение субботы и воскресенья на Ледовой арене в Щелкове боролись за медали в свою копилку, получили опыт в игре с новыми соперниками. Как полагается, в таких случаях встреча началась с минуты молчания. Любой вид спорта направлен на сплочение спортсменов, команд, стран и континентов. Это огромная сила, которая может противостоять злу и бесчеловечности. Чемпионат прошел под девизом, который сегодня по-прежнему актуален. Школьники его активно поддержали. Этот турнир был именно тематический, посвященный трагическим событиям в Беслане. И все-таки дети, которые выступают, они должны знать эти события, потому что спорт, девиз сегодняшнего соревнования «Спорт, о спорте мир» – это как раз отражает сущность всего вопроса. Щелковская сборная игроков 2006-2007 годов рождения, где, слово сказать, наравне с мальчишками играли девчонки, образовалась всего полгода назад. Но то, как в субботу девятилетние школьники отчаянно отбирали шайбу у барса из Люберец, а в воскресенье не менее активно пытались отразить атаки сверстников из Ловни, со счетом 11-0 во многом достойно уважения. В результате четвертое место, но, как известно, проигрыш закаляет на будущие победы. «Шайбу у нас не получается вначить из зоны. Ну и не резовы моменты, которые есть. Соперники, которых ты не знаешь, бывают порой очень быстрые, маленькие. Ну и вот». Лобни заняла первое место в тройке финалистов, второе и третье поделили «Электросталь» и Люберецкий «Барс». Еще одна попытка проявить себя у щелковских школьников будет в октябре. Впервые в новейшей истории Щелковского района наши хоккеисты примут участие в первенстве Московской области. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...